Христос Воскресе, дорогие друзья! Сегодня Пасха. Светлое Христос Воскресе. Все вы были на пасхальной службе. Кто не был, наверное, смотрят по телевизору. Не все могут, к сожалению, оставить дом в течение ночи. У кого дети маленькие, у кого здоровье не позволяет. Но все вы так или иначе приобщились к Радости Христовой Воскресе. Говорить об этом, я думаю, нет большого смысла. Поэтому я скажу о том, что происходит сегодня чуть позже, в разных рамках по-разному. Может быть, вы смотрите этот сюжет еще даже до того, как началась пасхальная вечерня. Почему-то в мою жизнь как-то входит в праздник Пасхи не только торжеством пасхальной литургии ночной, но и торжеством пасхальной вечерней, тихой радостью. Оно идет как контраст напряжению последних дней Страстной Седмицы и всего Великого Поста, благолюдной, радостной, яркой пасхальной службы ночной, пасхальной литургии, пасхальной утренни с пением пасхального канона. А дальше люди вечером, в разных рамках по-разному, когда бывают в 3 часа дня, в 5, кто и позже служат пасхальную вечернюю. Служба короткая, светлая такая, уж не понятно, что светлая, но тут и состояние людей, и состояние погоды вот этой вот весенней, и вечер со своими вечерними красками. И народу меньше, конечно, гораздо. Большинство людей после пасхальной ночи и дальнейшего разговения отдыхают, или кто поехал в гости, кто куда. В пасхальной вечернии народу обычно немного. Двери открыты, все прозрачно, светло легко. И удивительное дело, последние годы в эту пасхальную нашу вечерню вошел совершенно новый элемент. И кем до этого непредсказанный и непредсказуемый. Много сотен, или даже, наверное, конечно, больше, чем тысячи лет совершалась эта пасхальная вечерня. И вдруг, в 21 веке, в нее входят новые элементы – встреча благодатного огня. Благодатный огонь сходит в Иерусалиме вчера, в Великую Субботу. Перед вечерней Великой Субботы, у них немножко по-другому там график, около полудня Великой Субботы, возникает благодатный огонь в Кауплии, на гробницах Христовой. И усилиями наших благодетелей за счет международных контактов, авиационного сообщения, всего того, что осознаменует нашу сегодняшнюю жизнь, и что было немыслимо в прежние века, и даже в прежние годы, этот благодатный огонь, лампады, зажженные благодатного огня, на самолете из Тель-Авива доставляются в Москву, из Москвы, по всем, почти всем, я бы сказал, наверное, по всем епархиям Русской Православной Церкви. Так, что к сегодняшнему вечеру, к пасхальному вечеру, каждый храм, каждый храм вряд ли, но каждый епархиальный собор, по-федеральному, может встретить лампаду, красивую лампаду, зажжетного благодатного огня. И вот, буквально на наших глазах, это входит в чин, в обычай пасхально-вечерный. Огоньки благодатного огня люди сжигают от этой лампады, привезенной из Москвы, соответственно, из Святой Земли, и с радостью разносят их по домам. Вот вам развитие церковного благослужебного уста. Кто знает, пройдет сколько лет, сколько еще земли стоит, мы не знаем. Может, 10 лет, может, 100, может, тысяча, может, 10 тысяч, никто же не знает. Через 10 тысяч лет будут думать, какой-то огонь зажигают на пасхальную вечернюю, откуда он берется, никто точно не знает. Будут историки изучать, не будут догадываться, что произошло. В какой-то момент вдруг возник новый чин, был служебный день пас. Христос воскресе, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok